Еще один такой промежуточный язык Ормури, и он будет последний в группе северо-западных иранских языков, а дальше я в этой группе уже перейду к языкам типа памирского и так далее, тоже довольно редким. Ормури он тоже, значит, в Афганистане и в Пакистане, они группами как бы вкрапления в языки другого типа, и они тоже подверглись сильному влиянию, особенно пуштунского. В основном они в Пакистане, живут около 5000 человек, пакистанский диалекты, около 200 афганистанский. Живут посреди пуштунов и в лексике практически уже там наполовину пуштунский. Грамматика сохранилась, оригинальная фонетика. Два диалекта, как уже говорил, лагарский это афганистанский и канегурамский, пакистанский. Мой источник языки мира описывает афганистанский диалект, афганский, который практически в мире там мало осталось. Но вот, видимо, сведения именно о афганском диалекте есть в основном. Все носители двуязычны, то есть владеют также таджикским или пуштунским, или и таджикским, и пуштунским, и своим языком. Язык бесписьменный, могут использовать они сами транскрипцию арабскими буквами, потому что никакой другой, никаких других не знают. Нет литературного стандарта, непонятна его периодизация, но явно, что они на этой территории мигранты, то есть у них язык все-таки ближе к курдскому, следовательно, они в Пакистан когда-либо мигрировали. Система гласных, в общем, такая типичная для иранских, есть огубленная, а еще нету долгих, как фонем по всей видимости. Вот система согласных, то есть тоже мы видим, что есть в принципе церебральные, но в отличие от языка парачи, который я описывал недавно, да, кто близко к армуре, нету придыхательных. То есть влияние индийских языков тут все-таки меньше. Есть огубленные хо и хо, такие, горловые такие, задние и огубленные. Ну, в общем, проще согласные, чем парачи, да. Ударение тоже разноместное, может на любой слог приходиться. Есть развитая в этом языке редукция, возможно, под влиянием таджикского, где тоже в принципе редукция есть. И, соответственно, нейтрализация в редуцированных позициях. Рядогласных. На начале слова может быть сочетание согласных, допустим, спок или там стор. Это редко в восточных языках, обычно они избегают сочетания согласных. При формировании множественного числа происходит чередование основы, причем ряд чередований, вероятно, под влиянием арабского, а ряд индоевропейский. В общем, чередований очень много. Вот типа чередований это уже преобразование основ глагола. Хотя языки индоевропейские упрощаются, но у них все равно эти чередования сохраняются. Английский упростился практически до двух-трех форм глагола, ну и там чередование оставили. Это устойчивая, видимо, черта. Вот в этом языке он тоже есть, несмотря на то, что язык упрощенный и в какой-то степени смешанный уже с Дарьей идет. Ну, тоже считается фликтивно-аналитический язык с элементами агглютинации, как и все прочие северо-западные и иранские. Из категорий в диалекте, в том, который в Пакистане сохранился мужской и женский род, это, кстати, показатель женского рода А, традиционный для индоевропейских, потому что в индийских множество других показателей. Сохранилось число, причем показатель множенного числа И, тоже древний. В значительной степени язык древней формы, значит, сохранил. Это множенное число на И и показатель женского рода А. Кстати, они в славянских тоже сохранились, тоже достаточно древние. Ну, у них много заимствований из пуштунского и таджикского, которые сохраняют собственные формы множенного числа, в том числе арабские формы множенного числа попали через посредство таджикского. Падежей нет, зато много предлогов-послелогов. Вот, из этого языка, послелоги и некоторые предлоги. Ну, некоторые общие иранские, некоторые собственные. Ну, в общем, вот можно посмотреть, кто знает. Таджикский можно сравнить. Ближайшие языки, с которыми тут надо сравнивать, это курский, таджикский и фарси. Четыре наклонения глагола. Категория времени, как обычно в иранских, имеется две основы, одна настоящее время, другая прошедшего, и кроме того, окончание. То есть, тут время типично абсолютно для иранских языков образуется. Отрицание на определенность выраженной, есть определенный артикль А и неопределенный артикль Ш. То есть, тут четко есть определенный, неопределенный артикль. Прямо вот как в западноевропейских языках, тут эта категория выделена четко вполне. Ну, вот можно начислительные посмотреть. Они походят на соседний язык. Некоторые тут отслеживаются от эндоевропейских, а некоторые с трудом, но, возможно, тоже по каким-то сочетаниям происходят от эндоевропейских. Вот окончание глагола. То есть, как обычно, две серии к тому же окончаний и несколько спряжений. То есть, глагол и чередованием основы образуется, и замена и окончания на другую серию. И вот пример, как и настоящее будущее время, самое такое простое образуется, имеется частица БУ, которая оказывает, что это время настоящее, да еще и глагол изменяется по лицам. Имеется четыре спряжения. В общем, такой достаточно сложный эндоевропейский язык, как ему полагается. Простое прошедшее время претерийцы тоже с чередованием основы, вставкой суффикса идет из другой серии окончаний, то есть, резко отличается. Но также есть прошедшее длительное время, перфект есть, прежде прошедшее время. То есть, структура такая типичная эндоевропейская этого всего глагола. Ну, то есть, тоже достаточно архаическая, ничего не упростилось. Словообразование пишут в основном на базе таджикского и пуштунского. И вот суффиксы, которые ими используются. Предложения тоже типично северо-западных и иранских. Ну, вот привожу примеры союзов, примеры предложений. Кто хочет поглубже, может тут посмотреть. Это значит, я языки мира опять повторяю, языков мира, потому что там самое лучшее описание этого языка есть. Языки мира у меня скоро кончатся, и я перейду, видимо, на Википедию и грамматики, которые у меня есть как источники. Но это хуже то, что языках мира все-таки так все достаточно кратко и в то же время содержательно это все. Ну, пишут, что лексика у них собственная малоизвестна. Почти всю лексику сейчас позаимствовали из таджикского и пуштунского. Но через эти языки также есть аэробизмы. Ну, получается, вот у языка литературной формы нет, поэтому он вымирает, заменяется соседними языками, как это часто и происходит.